Привет всем любителям спорта! Это Дмитрий Попович и Николай Новиков! А это значит, что в эфире эмоционально-развлекательный проект больше, чем модных спортивный выполз. Интересно, интересно! Конечно, интересно, Дмитрий, потому что сегодня мы отправимся на настоящее поле для гольфа. Как красиво! Испытаем трассу Формулы-1. Опасно! И выйдем на международный футбольный стадион. Выход один на один, друзья! И знаете что, Дмитрий? Интрига! Я предлагаю вам пари! Ха! Новикова сегодня просто не остановить! Аутсайдер получит удары электрошокером! Это прекрасно, друзья! Александр, разбейте! Удар! В общем, друзья, мы едем в настоящий гольф-клуб! Дверь закрой! О, и шум пропал! Если едете за рулем, не смотрите нашу передачу во время движения! Мало ли вдруг кто-то посмотрит! В принципе! Давай узнаем точно, где находится он! Дверь! Станислава Тухаревская! Деревня Футболио! Есть гольф на нескольких гектарах земли! О, му-ла-стар! Есть клюшки, есть мячи! Главная задача клюшкой забить мяч в лонгом! Ты не инструктор, мистер? Гольф — это игра настоящих джентльменов! Среди них много порядочных спортсменов! Сегодня мы с Димой испытаем у себя! Дима Турат? Да, это я! Мы уже подъехали! Да! Нам нужно переодеться! Да! Гольф — солидная игра, поэтому и одеться мы должны не по-спортивному, а по-красивому! Соберись, соберись! Главное прицелиться, помнишь, да? Нет! Ну, по мячу я уже попадать научился! Это да! Друзья, сегодня гольф! Всем кажется, что это игра ленивых, богатых людей! Мы здесь уже 15 минут еще не богаты! Но не обеднели! Николай, ваша очередь! У тебя все получится! Сейчас, это был первый удар, это был пробный! У меня был такой же! Я специально ударил рядом с мячом, для того, чтобы понять траекторию движения клюшки. Вот, чтобы сразу не удивлять всех своим умением игры в гольф. Итак, попытка номер два. Вот она, клюшка, вот он, шарик. Ага, сохрани помилуй! Вот мяч! Всегда хотел это сделать. Ну, в общем, вы поняли, да, кто здесь чемпион? Это Сергей, друзья! Привет! Именно гольф-профессионал? Да, то есть не инструктор, не тренер, а гольф-профессионал. Мы первым и пока что единственным в гольф-клубе, поэтому... На юге России. На юге, а ты как-то как огненков. Да, в Краснодарском крае. Ты видишь, какое возмущение ты мне сейчас ввел? Сейчас это элитный вид спорта. Даже есть этика своей одежды. Между прочим, в джинсах туда нельзя. Девушкам на каблуках нельзя, естественно. В спортивках, наверное, да? Ребятам с семечками тоже. Это считается, как игра джентльменов, поэтому все должны быть достаточно строгой. Игра джентльменов, а появилась она, кто ее придумал? Есть легенда, что придумали ее пастухи в Шотландии более 300 лет назад. Когда они пасли овец, им было нечего делать, и они своими посохами загнутыми гоняли камни в кроличьи норы. Как скаканул спорт, да? От пастухов до джентльменов. Джентльменов. На помощь. Да, давай, еще раз вот сначала. Берем левую. Левой рукой, таким образом, чтобы у нас большой палец был направлен на нас. Началось, собственно, первое испытание. Есть вот такая вот клюшка. Называется она драйвер. Ей выполняется первый удар. Мы с Дмитрием запускаем по пять мячей и суммарное расстояние... Дальности. Дальности. Удара. Да. И определит, кто выиграет в этом испытании. Да, сэр. Да. Первый мяч. Пять ударов, четыреста десять метров. Надо было начинать в начале. Лучше получалось бить просто. Дмитрий. Сколько у меня было? Четыреста десять. Этой клюшкой я отправил пять мячей на четыреста десять метров. Быстрее. Я передаю ее тебе. Первый удар джентльмена Поповича. Друзья, Коля двадцать перед пятым ударом. Коля делает все, чтобы я проиграл. Конечно. Удачи. Это самый важный... Это семь метров. Ну что ж, друзья. С Драйвинг Рэнджа мы переместились на игровое поле. Для чего, Дмитрий? Для того, чтобы отработать, Николай, технику, которую только что тренировали. А именно, у кого будет меньше расстояние до лунки от мяча после удара, тот и победил. Проще говоря, кто будет ближе к желтому флагу, тот и выиграл. Поехали. Главное не в воду. Не мой сегодня день. Ну, такое ощущение, что у тебя дальше. Хороший удар. Вот он. Ну, я пошел. Раз, два, три, четыре. Пойдемте, найдем мой мяч. Раз, два, три. 33, 34, 35, 36, 37, 34, 35, 36, 7, 8 88 шагов Уху! У меня больше 149! Мы находимся на грине Николай, это более короткий газон Мы с Дмитрием будем делать по очереди удары Цель которых забить мяч в третью лунку Абсолютно верно При этом разница попыток Это и есть количество очков, которые мы заработаем И возможность вырваться вперед Приступим! Начинайте, Николай Неплохо, неплохо Наш удар С четвертой попытки, Николай Поздравляю вас, сударь Пятый удар у Николая Шестой Я уже проигрываю Это будет седьмая попытка, Николай Да, 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 я знаю, я уже проиграл Ну что ж, друзья С разницей в четыре удара завершилась наша схватка Приятно было с вами иметь дело Цельный коллега На самом деле, очень стильный Очень красивый И очень интересный вид спорта Вольф это единственный вид спорта От которого можно получать удовольствие Даже играя в него плохо Вольф, да, больше, чем вот Едем дальше 1.0 Спокойная игра, джентльменов Едем в Сочи автодром Где? Испытаем настоящую трассу Формулу 1 Это чистая правда Мы будем катать на трассе На которой проходил чемпионат мира Формула 1 Волнительно Ну и даже скорость Это же адреналин Это же спорткары Это спорткары Рев мотора И запах паленой резины Что еще нужно настоящему мужчине Напряжение И вот он дан старт Дима, что скажешь? Опа, а я не ожидал Заслушался Узнаем на чьей стороне фарт Будь здоров Редактор субтитров А.Семкин Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, это больше чем модных, друзья Сочи автодром Только что прошли мастер-класс На вот этих вот, я не знаю даже как их назвать Назвать машинами, это ничего не сказать Прошли мастер-класс, естественно Естественно, время погоняться Да, за рулем будут сидеть профессиональные пилоты Мы воспользуемся услугой гоночного такси Но гоночное такси на перегонке Крутые тачки, крутые парни Крутая передача и крутая трасса Поехали Вообще все круто, друзья Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну что, друзья, команда в составе опытного пилота Дениса и опытного пассажира Николая Я бы даже сказал, пассажира со стажем Пассажира со стажем, да Победила! 1-1 Гольф Попович Сочи Автодром Николай Да Зовите меня Николай, какой Колька? Человека возили на Порше На секундочку На самом деле, Сочи Автодром Самое приятное, что он открыт не только для профессиональных автогонщиков но и для простых людей, как мы с Николаем Так что, друзья, если хотите ощутить мощь моторов Легендарных моторов И прокатиться уже, можно сказать, по легендарной трассе Ну, естественно, мы катались по ней Да Вам сюда Ну, а мы едем дальше У нас впереди футбол Выясним, кто круче А мы гоняли на крутых тачках У нас осталось последнее испытание Это футбол на стадионе Фишт Стадион Фишт, ты знаешь, что такое? Конечно, знаю Переводится до гейского «белая голова» Изначально этот стадион планировали сделать форменица по берже Да, записывайте, Дмитрий Но впоследствии было принято решение сделать его... Я забыл Это горная вершина и... Я забыл Ракушка Молодец Здесь четыре Возможность 45 тысяч зрителей Поэтому приходите Два зрителя есть Два зрителя есть 44 тысячи 998 свободных мест Поэтому приходите У нас будет действительно арбитр федерального уровня Все по правилам У него есть настоящий свисток У нас есть настоящая форма И настоящий мяч И настоящее рвение к победе Битва будет жаркой Удачи Не порвать бы связки Ну что ж, добрый, добрый вечер всем любителям спорта, особенно футбола, один на один, друзья Мы напишите сегодня Сегодня играют две замечательные команды Это Новиков и Попович Арбитр сегодняшней встречи Эмир Байсултанов Трибуны, как видите, сегодня В особом составе Как и команды, собственно 45 тысяч пустых мест Свисток Поехали Довольно активненько О, сразу борьба Посмотрите, борьба И уже у ворот Прострел Атака нет Нет, да Вот старт, вперед Там только Попович Ну же, под левую ногу Удар Гол Хорошо Это гол, друзья Молодец Открывает счет буквально на первых минутах Вот так, друзья Стадион Фишт отличается результативностью Чтобы вы знали Сегодняшняя встреча особенная Николай, чем она особенная? Дмитрий, я вас перебью Тем временем Новиков развел И стремительно двигался к воротам Но Попович блестящий Ай-ой-ой, как хорошо Смотрим, выделенки Новая атака И пяточкой Вот так Как учили Выход 1 на 1 С пустыми воротами Закончился голом Поповича Неожиданно Неожиданный Да Зная Поповича Исход мог быть другим Да И вновь Новиков разводит На центре поля мяч Подустали Хотел вернуться к вашему вопросу Сегодня необычный матч Сегодня матч принципиальный И тем временем Опять атака Вы посмотрите Они не дают Просто обсуждать другие темы Удар Закатится Нет Да Закатился Это 3-0 3-0 Новиков будет очень сложно Очень 3-0 Отыграть Такая психологическая атака А вот как раз я хотел сказать Что арена Фишт Отличается особой результативностью Здесь невероятное количество голов Было уже забито Забито Совершенно верно Дмитрий С моментом Да Открытия Новиков Смотрите Прям бросок пантеры вперед И головой Он да Он бьет свой коронный головой с земли Ай молодец 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 Такой бьет только Новиков И никому неизвестный Петров Иван Встреча продолжается Продолжается с диким нарастанием Смотрите Смотрите что творит Что творит И пропускает мяч Попович Но удар вперед Центр более передачи Но они находят своего адресата Нет Чуть-чуть Не было офсайда Да Относительно Относительно Недавно Здесь На стадионе Фишт Проводился кубок конфедерации Здесь тем временем звучит сток Команды И команды уходят на перерыв И вот звучит сигнал арбитра Призывающий снова выйти команды на поле Появляются команды Второй тайм Да Второй тайм Перерыв пролетел незаметно Еще бы Такой нокаут 2-3 2-3 И интересно что будет делать Смотрите какая борьба Ах пошел жестить Пошел жестить Попович Спотелся футболку Попович Да? Да-да-да На повторе это видно Но повтор у нас не будет Ой какой удар в центр поля Хорошо Но нет никого в центре поля Нет Такое бывает Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй Вот уже Новиков Улучшает правила Ах конечно Конечно друзья Попович же окончил театральную студию С отличием Насколько я знаю Но вы посмотрите как хладнокровен арбитр В нашей встрече Вторую желтую он не дает Поповичу Смотрите обманочка Попытался А нет работает Работает голова Новикова Работает И вот смотрите какая атака Будет бить Гол Гол Это 3-3 друзья Невероятно Невероятно Накал страстей Вот так Молодец Знаменитый бросок тюленчика на траву Да Прям Прям Запахло жареным Господа Сегодня на стадионе Фишт Несмотря на то что Нет разметки Абсолютно нет Ни единой линии Потому что матч Неофициальный Мало того Он принципиальный Тем не менее Тем временем Да Тем временем Вернемся на газон Где Новиков Получает Будет Да Будет желтая Желтая капочка Да Байсултанов Он знаете Добр Но все-таки Справедлив И терпение Небесконечно Удар Каких-то 15 метров Над ворот Совсем Совсем Критирочку Буквально 15-20 метров По бровке Идет Николай Попович Вы посмотрите Сколько нарушений Во втором тайме Потому что Занервничал Занервничал И тот и другой На самом деле Потому что Нарушений было И с другой стороны Очень много Выше ворот Потому что Подустали Конечно Конец Второго тайма Друзья Напряжение Растет Вот Мы видим Как Вот уже Новиков Занимает место В воротах А это значит Серия пенальти Серия пенальти Ждет нас В этом зрелищном Матче сегодня И я думаю Что здесь Без голов Тоже мы не останемся Похожи Максимум Сосредоточен Удар Ах Как чиркнуло Перекладину Как чиркнуло Перекладину Казалось Прям со свистом Пролетел сейчас Мяч Над Перекладиной Казалось Удар был между Как это сказать Биением сердца Тем временем Новиков Удар Хорошо 0-1 Хорошо Проходит По пенальти Новиков Вырывается Вперед Берет на себя Инициативу И так Попович уже Немножко Нервничает Ну еще бы Травма плеча Дала Отразить Первый удар Бьет И прямо Блестящий сейф Блестящий сейф Прямо Прямо Как будто бы Знает Новиков Куда будет Бить Попович Молодец Недаром Недаром Говорят Они это знают Друг друга Давно Знакомы Уже Как сказать Издревле Удар Ой Ой Какой Какой Прекрасный Удар Друзья Жаль У нас нет Повторов Нерезиновое Время Эфирное На Кубань 24 Еще удар Минус Один Оператор Да Да Жаль Камера Подходит Кадем Световой Отметки Этот удар Может решить Искать встречи И Выше ворот Чуть Помож И зашкаливают Нервы Напряжение На поле Растет Попович Должен Забивать И только Забивать Если не забьет Сейчас И промажет Или Новиков Сделает Очередной Сейф То Пропал Пропала Победа Удар Все Друзья Это все Это безоговорочная Победа Новикова Серии пенальти Ну что ж Хорошая игра 3-3 По итогам матча 2-0 По итогам пенальти Друзья Спасибо До новых встреч Уютненькая арена Такая прям Ну Как-то по-домашнему Что ли Не знаю По-домашнему Да Приглажаем Гостей Посадочных мест 45 тысяч Говорят тут Особая забиваемость Очень результативные матчи были Сборная Германии Мы опять же Сколько сегодня было голов Сколько 3-3 6 И там Сколько И 2 6 Плюс 2 Сколько Эмир Бай Султанов Все верно На чемпионате мира Будешь ли ты Каким-то образом В судейских Бригадах Задействован Очень мечтаю Ну это наверное Мечта любого арбитра Но работа еще просто Должна вестись Колоссальная Поэтому друзья Приезжайте в Сочи Любите спорт Обязательно Посетите стадион Фишт Да Ну а мы пойдем Сколько забавляться Сейчас будет Над старичком Это больше чем отдых Это больше чем спорт Это больше чем И мир Друзья Спасибо Спасибо тебе большое Это достойная игра В эфире программа Больше чем отдых У нас в гостях Дмитрий Попович Здравствуй Дим Привет Мы же можем на ты Да конечно В споре рождается истина А проигравшего Бьют током Ницше Новиков По традиции В конце нашей передачи Небольшой блиц У тебя на руках Электрошокеры За каждый неправильный ответ Ты будешь получать Вот такой разряд Интересненько Тогда начнем Сколько олимпийских медалей Завоевали кубанские спортсмены За все время Олимпийских игр Двенадцать Шестьдесят одна медаль Да Шестьдесят одна Но я близко был Какое место заняла Людмила Брагина В беге на полторы тысячи метров В тысяча девятьсот семьдесят втором году Это был Мюнхен Двадцатая олимпийская игра Четвертая Ты долго так Кто из спортсменов Принес всемирную известность Кубанской школе тенниса Марат Сафин Нет Евгений Кафель Кафельников Женька Шамиль Сабиров Боксер или борец Такое ощущение Что борец Нет Нет Ноготком ударился Какой стадион располагается рядом с телерадиокомпанией Новое телевидение Кубани Стадион Кубань Нет Ну что нет Это слишком легкий вопрос для тебя Дим Я правильно ответил В каком году Владимир Незоров взял олимпийское золото Две тысячи Двенадцатый пусть будет Злой Андрей Лавров Участник скольки олимпиад Четыре Нет Не четыре Пять 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 Я все время путаю Как назывался Футбольный клуб Кубань Который был основан Седьмого мая 1928 года Ну судя по логике Екатеринодар Нет Последний вопрос Расслабься Если бы ты встретил Теннисиста Дмитрия Рудольфовича Филиппова Какой вопрос ты бы задал Какой фирмы кроссовки он покупает Зачем вы ушли из гонбола Он гонболист, Дим Кто ж тебя знал Это была программа Больше чем отдых У нас в гостях был Дмитрий Попович Спасибо, Дим Ну здорово Я не могу Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!